еще раз напомню про буккроссинг вот мы в этом часе говорили говорили еще раз что это такое да это хобби и общественное движение человек прочитав книгу оставляет ее в общественном месте для того чтобы другой случайный человек мог эту книгу найти прочитать повторить собственно это же действие насколько развита движением новосибирске нам расскажут руководитель центра книги и чтения областной научной библиотеки карина вудсан доброе утро доброе утро ну так как у нас с этим делом как в сибирске вы знаете в новосибирске по-разному надо сказать что буккроссинг у нас в городе уже давным давно но на моей памяти лет 7 точно начиналось это все конечно же в узах в нгу и наверное мека сибирского буккроссинга это конечно же академгородок и все пространство самого академгородка но располагает к тому что люди оставляют книги сейчас это специальные такие шкафы полки вот но надо сказать что новосибирск тоже не отстает и областная научная библиотека мне кажется в этом смысле первопроходец мы начали эту активность наверное где-то с десятого года а в тринадцатом году у нас была такая акция творческий холодильник то есть вместо полки мы придумали что полкой станет холодильник б.у. была значит дана такой клич творческим людям сначала мы собирали холодильник потом мы собрали бригаду художников которые это все очень красиво и интересно разукрасили пища для ума и поставили эти самые холодильники по культурным точкам новосибирска около театров около вузов в парках и вот где-то год на зимнее время эти холодильники попадали уже в театры сами сами холлы это акция прожила год в этом качестве ну и соответственно почти каждая библиотека имеет у себя в холле в доступном месте самую полку куда можно принести книжку или взять которая тебе нравится но я должна сказать что по-разному происходит вот это весь этот книга обмен потому что вообще существуют еще такие книжные воришки даже книжные грабители когда в библиотеку приходит человек с огромной сумкой и он подходит полки сметает все книги оттуда а потом не будет по администрациям с огромной сумкой заходит в каждый кабинете есть такая проблема к сожалению мы всячески пытаемся найти решение иногда даже становимся очень строгими делаем замечания везде вывешиваем правила как нужно пользоваться этой полка но главная задача это привлечь максимальное количество адекватных любителей книга любовь и тех людей которые знают как работает акция букросинг и тогда вот это соотношение воришек и тех людей которые действительно отпускают книгу погулять ведь мы называем акцию до букросинг книга обмен или отпустить книгу в путешествие да то есть мы ее освобождаем ну и вы наверняка как и многие ваши слушатели знают вообще историю букросинга до начался где-то в 2000-х годах история конечно европейская придумал ее некий айтишник который создал сайт рон хорнбекер вот и вообще существует база букросинга специальный сайт куда можно регистрировать книгу которую ты отпускаешь погулять и вот по аналогии с птицами с голубями которых кольцу да и отправляю наклеечка да потом существует то есть через год эта акция 2001 пришла в россию впервые она случилась в москве девушка оставила книгу с международной базы кроссинга с этой как бы меточкой если вы заметите то сам лого букросинга это такой книжка летающая то ли птица то ли книга то ли карандаш вот и на самом деле конечно мы не привязываемся ни к каким базам где книгу нужно регистрировать нет то есть это такая идея которая дала старт она тоже была очень активной и популярный там несколько лет а дальше главная задача что ты действительно приучаешься читать делиться своим читательским опытом ты можешь оставить какую-то комментарий на этой книге до который ты оставляешь пожелание может оставить даже свой не знаю там телефон или логин какой-то как с тобой можно пообщаться в живую и так далее то есть это по типу соцсетей тоже некоторая такая возможность познакомиться пообщаться я например не так давно была в томске и взяла оттуда книгу где человек оставил телефон телефон и он сказал вы можете позвонить мне мы можем или подружиться если хотите можете оставить не бросить небольшое количество денег на телефон это была шутка но книга у меня не звонила и них не оставляла вот и вообще я должна сказать что сама регулярно спускаясь на обед вот в холле первого этажа областной научной библиотеки подхожу к полке смотрю что там новенького появилась если меня что-то цепляет беру с собой на обед где-нибудь там под кофе в парке прочитываю что-то вот буквально позавчера это был эмиль золя и страница любви ну просто вспомнила свое студенчество замечательно вернула книжку обратно потому что не было собой что отдать иногда приношу в детские книги своего ребенка кладу на полку вот поэтому я всех жителей города приглашаю в областную научную библиотеку советская 6 если у вас дома есть книги которые вы уже прочитали до дыр но вы их очень любите вы не хотите там выбрасывать не дай бог да или отправлять в гараж приносите их к нам библиотеку у них найдется новые читатели если вам что-то понравится на нашей полке вы можете с удовольствием взять что-то для себя домой вот приглашаю всех и напоминаю что таких мест сейчас очень много и в кафе и вы найдете это и в аэропорту и на железнодорожной станции потому что букросинг это пространство где книга может спокойно отправить путешествие даже если вы книгу оставите на лавке в парке будьте уверены не найдется новый хозяин может быть он придет к нам в библиотеку а может быть эта книга пойдет в самолет в общем можно фантазировать а у нас нет системы вот этих наклеек было бы здорово следить мы периодически делаем наклейки такие совместные букросинка областной научной библиотеки когда у нас в библиотеке какие-то грандиозные большие акции и мы потенциально ждем много народу тогда мы даем такую клеиваем x libris так называем наклеечка где человек может оставить и свое имя и там свой телефон или там какую-то ссылочку на свою страничку в соцсетях и тогда вот эти книги каким-то образом по городу обитают да уже может быть других городах но мы специально не отслеживание ведем такой реестр просто это грандиозная работа да конечно же волонтеры для этого есть сайда букросинг точка ком он есть же международный это международная есть и российский с точкой ру но она должны понимать что эта база не присоединяется международной если это любопытно на самом деле таких клонов очень много какие-то сайты уже не движутся то есть они когда-то были придуманы и работа грандиозная не каждый готов поддерживать поэтому главная задача я думаю это все-таки не технология прицепить книгу там отследить да а все-таки открытие полистать может быть найти записку тоже вариант телефон телефон пожелание евро давайте прервемся и потом после рекламы поговорим об акции библиотека на траве в доме где живу там при входе есть полка с книгами теперь я знаю что как это называется это букросин а в доме где я живу очень много книг но это не букросинки никому их не отдам и у меня есть от школьной классики которые на на уже никому не нужна до каких-то современных я их регулярно перебираю нет я напомню нас в гостях руководитель центра книги и чтения областной научной библиотеки карина мусан давайте поговорим об акции библиотека на траве что это где это когда это уже идет да знаете с удовольствием расскажу вам про эту акцию и сразу же приглашаю всех гостей города и новосибирцев перомайский сквер у нас осталось последний месяц лета и в августе 9 числа то есть уже в этот четверг и 16 через неделю перомайском сквере вход со стороны советская вы можете обнаружить чудесное место где стоят полки с книгами где на траве подстилки мягкие пуфы и там сидят люди семейная аудитория подростки молодые люди люди которые на обед вышли из офисов все снимают ботинки и у кого сколько есть времени проводит это время вот на траве везде не теки с 12 до последнего читателя но где-то до восьми часов мы работаем на полках мы предлагаем бесплатно совершенно в тот промежуток времени когда мы работаем взять художественную литературу это может быть научно-популярная мы также берем от наших потенциальных читателей списки тех книг которые они хотели бы видеть на следующей библиотеке на траве и бесплатно записываем читатели в библиотеку выдаем общий единый читательский билет вот а помимо того что ты можешь просто вот таким образом почитать мы предлагаем разные активности мы приглашаем к нам на площадку разных гостей тоже целевая аудитория совершенно разные это дети например в этом году мы впервые подружились с футбольным как правильно назвать в общем это команда которая тренирует деток по футболу вот и к нам приезжали тренеры вместе со своими такими миниатюрными воротами на траву мы все это ставили тут же мы сопровождали эту игру классными книгами по футболистов которые есть у нас библиотеки и у нас еще на территории есть такое пространство называется арт прищепка то есть мы на веревках на прищепках вывешиваем интересные фотоработы новосибирских художников фото художников или просто распечатываем сами интересные фотографии и каждый раз они тематические то есть вот можно прогуляться посмотреть посидеть почитать тут же поиграть футбол или к нам приходят люди которые могут научить вас делать что-то из бумаги рисовать знаю там шелкография принты научить делать или это йога или это пилатес все это как связано с книгой в любом случае потому что если это пилаты значит мы предлагаем книги по бодифлексу по пилатесу по йоге если это психолог который говорит о том как не воспитать ребенке синдром отличника вообще о взрослых проблемах тоже говорит соответственно это ряд литературы по психологии вот и у нас также есть интересные гости которые знают все новосибирцы например 9 числа это игорь николаевич решетников который придет к нам на встречу которая называется люди как книги и в свободной беседе вместе с антоном веселовым не будет говорить о жизни о литературе о творчестве много о чем то есть там же в парке там же в парке вот так же на траве также без галстука можно босиком как кому удобно а это в какое время это 18 часов с 18 до 19 30 встреч идет и вот таких а закрывать кстати в этом этот сезон мы будем с новосибирскими поэтами которые представят нам городской поэтический турнир слэм предназначенный на слэм так как называется ведущий этого слэма юрий патаренко наш новосибирский поэт это всегда очень зрелищно это всегда очень творческие вообще один из любимейших форматов для меня в городе когда ты забываешь что-то на работе ты просто слушаешь стихи которые исполняются очень профессионально по актерски ну и понимаешь что ты живешь в мега крутом городе где просто на каждый квадратный сантиметр есть таланты поэтому туда книги не надо приносить или тоже можно у нас также там есть букрозе уже можно принести забрать что я хотел спросить что-то нужно собой принести совершенно не обязательно на коврик или там есть коврики есть но допустим те кто занимаются пилатесом у нас периодически приносит свои коврики да хотя хватает место всем там есть и мяч там есть бобин то он там для детей есть столики можно порисовать у нас еще 16 числа будет художница которая будет с детьми рисовать гуашью и акварелью и чего там тоже мастерить из бумаги развивать мелкую моторику и очень часто это интересно всем взрослым детям это ежегодно когда она появилась знаете она появилась уже пять лет назад в тринадцатом году и уже за пять лет нас очень хорошо знает весь город то есть у нас есть уже поклонники постоянные посетители посетители да она знает и сми очень хорошо то есть очень приятно когда тебе не нужно себя рекламировать тебе уже сами звонят приглашают мы были вот допустим совсем недавно на площадке у планетария не был большой праздник они пригласили нас наша библиотека на траве просто отбоя не было от книжных полок то есть в центре нас уже хорошо знает уже и вообще там как бы пермасский сквер тоже очень густо населен творческими всякими интересными инициативами а вот допустим в планетарии мы привезли даже больше книг обычно это где-то 50 60 мы около ста книг привезли и они все были на руках и записали мы получил от 15 в библиотеку совершенно бесплатно все на траву все на траву книжечка пока еще теплые деньки остались считанное количество повезет обязательно мы вам этого желаем у нас тоже есть своя традиция все гости которые приходят нам рассказывают какую-то коротенькую веселенькую историю окно на уме у меня конечно мой ребенок ему будет четыре года и вот совсем недавно чем-то мы с ним болтали как-то я говорю ты же у меня волшебный ребенок а он не отвечает мам я обычный люди как все вот это слово люди его не исправляю мне безумно нравится также как например мы знаем слова записка у него это написка и мы когда идем где-то видит какую-то рекламу мам смотри какая написка что здесь написано ну и как исправишь ведь он абсолютно прав люди написка руководитель центра книги чтения областной научной библиотеки карина вудсан у нас была в гостях спасибо большое спасибо вам